Мотор Ипполит Романов также собрал по своей собственной схеме. Мотор был небольшим по размеру, но при этом он развивал мощность почти 4,5 киловатта, то есть 6 лошадиных сил. И, наконец, рама. Она была сварена из стальных труб, что позволило сделать корпус автомобиля легким, без потери прочности. В результате получился экипаж общей массы всего 720 килограмм, из которых 350 приходилось на аккумуляторы. Известно, что примерно в то же самое время похожий электромобиль строил француз Шарль Джанто. Его экипаж получился очень громоздким и весил целых полторы тонны. Кузов для своего электромобиля Ипполит Романов выполнил по оригинальной технологии. Он брал листы шпона и спрессовывал их с холщовой материей, пропитанной смолой. В результате кузов тоже получился легким и прочным. Он был предусмотрен для водителя и одного пассажира. Внешне электромобиль Романова напоминал небольшую конную повозку или даже миниатюрную карету, которую в народе называли кукушкой. И 15 августа 1899 года неподалеку от Павловского дворца в пригороде Санкт-Петербурга электромобиль Ипполит Романова был впервые продемонстрирован публике и испытан. По итогам опыта поезда были пока...